Всем привет! С вами Александр Тенн и в этом видео мы с вами поговорим о том, чем отличаются бедные и богатые, как они относятся к своим расходам. И давайте начнем с самого элементарного, по каким стратегиям бедные люди управляют своими деньгами, они становятся бедные, и по каким стратегиям богатые люди управляют своими деньгами и почему это приводит их к постоянному росту. Эти стратегии выражены в определенных формулах и с этими формулами я познакомился первый раз 4 года назад, обучаясь у Максима Тимченко в клубе миллионеров. Что это за стратегии? По какой стратегии бедные люди постоянно бедеют? Они зарабатывают, они тратят и в итоге ничего не остается. То есть они получили какую-то определенную сумму денег, потратили эту сумму денег, в итоге денег ноль. И в этом случае я всегда говорю, что неважно сколько вы зарабатываете, я придерживаюсь мнения Роберта Киасаки, вы можете зарабатывать 50 тысяч и все до копейки тратить. Кстати, у меня были примеры в жизни, когда человек зарабатывал миллион рублей в месяц и все до копейки тратил. Когда человек зарабатывал 3 миллиона рублей в месяц, это был реальный пример, когда человек пришел ко мне на обучение в клубе миллионеров в Санкт-Петербурге. Он зарабатывал 3 миллиона и все до копейки тратил. И у него была стратегия, что зачем мне нужен капитал, когда я могу в следующем месяце заработать снова 3 миллиона и мне эти деньги хватит на мою жизнь, жизнь мечты. И когда я этого человека называл бедным человеком, он у меня всегда обижался. Он говорит, бедный человек тот человек, который зарабатывает 50 тысяч рублей в месяц, а я зарабатываю 3 миллиона. В чем разница между бедными и богатыми, я как раз покажу через стратегии, так управлять своими деньгами. Это формула бедности. И в этом случае я повторюсь, не важно сколько вы зарабатываете, важно сколько у вас остается после того, как вы управляете своими деньгами. Вторая стратегия, стратегия, по которой живут богатые и состоятельные люди. Эта формула, кстати, была моделирована с самых успешных людей в этом мире, с долларовых миллионеров. Когда-то Максим Темченко создал эту формулу. Доходы минус расходы равно дельта. Дельта приумножается, вкладывается в какие-то определенные инвестиционные инструменты. И в итоге получается некий капитал. И если мы говорим про то, как богатые управляют своими деньгами, вот вам наглядная формула. Они заработали деньги, они потратили деньги, и после того, как они управляли своими деньгами, у них остается разница между доходами и расходами. Эта разница инвестируется, вкладывается в какие-то инвестиционные проекты, и в итоге получается некий капитал. И если вы будете жить по формуле богатства, то у вас будет как минимум три плюса. Первый, деньги всегда в виде дельты. Второй плюс, ваши деньги всегда приумножаются, растут. И третий плюс, это капитал. Я всегда говорю, особенно мы это замечаем, когда составляем свой личный финансовый план. Что когда-то наступает такое состояние, когда деньги есть всегда, деньги постоянно растут, и вы можете купить все, что хочется. И деньги еще останутся, и деньги еще будут приумножаться. Это две разные стратегии, но в этом видео я хотел бы поговорить про одну из составляющих этих форм. Как раз от этого, собственно говоря, и зависит, будет ли что приумножать или нет. Давайте сегодня поговорим про расходы. Как бедные люди относятся к своим расходам, и как богатые люди относятся к своим расходам. Смотрите, какая интересная штука. Вы замечали, как бедные люди управляют своими расходами? Когда им приходит на руки какая-то более-менее серьезная сумма денег, не важно 100 тысяч рублей или 500 тысяч рублей или миллион, у этих людей сразу возникает вопрос, что сделать с этими деньгами. А если инфляция, в банк нельзя нести, это маленький процент. А если дома украдут, кто-нибудь узнает, что дома хранят такую большую сумму денег, и так далее, и так далее, и так далее. У этих людей, у этих людей, у них начинается внутренняя паника, у них начинается внутренняя истерика. Они, смотрите, какая интересная штука, от того, что у них появился капитал, они начинают чувствовать себя некомфортно. У них наступает состояние стресса, состояние тревоги. Как эти люди тратят деньги? Эти люди тратят деньги с удовольствием. Я очень много анализировал поведение бедных людей, и они получают кайф от того, что они получили деньги, и идут покупать, и покупают все, что хочется. Нужные, ненужные. Почему? Потому что люди от этого испытывают кайф. То есть, как там, шопоголики в том числе. Они испытывают удовольствие от того, что они что-то покупают, соответственно, они избавляются от своих денег. За это, кстати, отвечает отдел мозга, который называется лимбический мозг, который отвечает за уровень удовольствия. Соответственно, если мы вернемся к бедным людям, бедные люди, тратя деньги, получают удовольствие, формируя капитал, испытывают уровень тревоги, уровень стресса. Соответственно, у этих людей денег нет никогда. То есть, они тратят все, что зарабатывают. Они усиливают состояние комфорта, состояние удовольствия, состояние кайфа и избегают тревогу формирования капитала. Как своими деньгами, своими расходами управляют богатые, успешные люди? У них абсолютно противоположная история. Эти люди испытывают состояние стресса, тревоги, когда им приходится, ключевая фраза, приходится потратить лишнюю копейку или лишнюю сумму денег. Они не любят тратить деньги. На самом деле говорят, что богатые там любят транжири и т.д. Нет. Богатые люди, их не заставишь купить лишнюю машину, лишнюю квартиру или лишний отпуск. Почему? Потому что, основываясь на свои расходы, они видят, что если я сэкономлю миллион рублей сегодня, то через 5-6-7 лет, это далеко не миллион рублей, это порядка 10 миллионов рублей. Но это отдельная история, мы обязательно на эту тему запишем обязательно в видео. Но богатые люди испытывают состояние удовольствия, кайфа от того, как наблюдают, как растет их капитал, как приумножается их капитал. Еще раз, чтобы было понимание. Бедные люди испытывают состояние тревоги, когда у них на руках остаются деньги, формируется капитал, и испытывают состояние кайфа, когда они тратят этот капитал. Капитал, богатые люди испытывают состояние тревоги, когда тратят деньги, и испытывают состояние эйфории и кайфа от того, как растет их капитал. В этом есть ключевая идея, чем отличается бедных от богатых. Делитесь своими инсайтами, и очень интересно, напишите под этим видео, напишите в комментариях, в какой категории людей вы себя узнали, от чего вы испытываете кайф, от того, что вы тратите деньги, или от того, что вы формируете капитал. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал YouTube, на котором каждую неделю я буду выдавать полезные, интересные инструменты по отношению к деньгам, инвестиции, бизнесу, и как сегодня уже начинать жить в жизни мечты. Спасибо за внимание. С вами был Александр Тен. До скорой встречи. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин